Нет повышения цен на проезд! Уже через две недели билет на общественный транспорт вырастет. Недовольны пассажиры, недовольны общественники, даже те, кто в этой теме не специализируется. Краевед Данил Дегтярев и здесь творит историю, организовав митинг против. Сейчас повышать стоимость проезда на целых 3 рубля, это буквально разорить именно наиболее социально незащищенные категории населения. Это студенты, это школьники, это пенсионеры, это просто работающие с невысокими зарплатами, которые всем этим пользуются. Вот у меня на работе конкретно 10 лет не повышалась ни разу зарплата. Для меня это вообще какой-то шок. Цены растут, цены дикими темпами растут. Я вышел, чтобы выразить свой гражданский долг против повышения цен на проезд. Потому что меня человек, мало зарабатывающий, абсолютно это не устраивает. Зарплаты не повышаются, условия жизни не улучшаются, при этом цены растут каждый год. Хватит наживаться на бедных! Борцов за сохранность кошельков в гаражах нашлось не так много. Три десятка человек – школьники, студенты, пенсионеры. Эту категорию пассажиров тоже ждут перемены, система проездных изменится. Например, студенческий проездной. Его стоимость останется прежней, но введут лимит поездок – 50 в месяц. Нам от этого толку нет вообще никакого, то, что повышает проезд. Машины все равно не покупают новые. То, что повышают, нам от этого вообще никакого плюса нет. Машины же ломаются. Запчасти покупать – это тоже как бы ценник. А с нашей стоимостью проезда это не окупается. Берем Китай, чтобы минимум отъездило, а не максимум, как должно быть. То есть на максимум, чтобы отъездило, конечно, надо денег больше. А когда денег больше, это и проезд больше. То есть тут так и получается. Связано это с методом работы перевозчиков, объясняют эксперты. Частники больше зависимы от изменения цен, в то время как муниципальные автопарки имеют хоть какую-то подушку безопасности. По мнению специалистов, избежать роста можно было бы субсидированием перевозчиков. Электротранспорт, понятно, и большие автобусы – это дотационный вид транспорта. Я вам так скажу. И это все страны мира нормальные поняли, и развитые, и развивающиеся, что нужно транспорт вкладывать. Это такая же сфера, как здравоохранение, как образование, как культура. С него невозможно выжимать, с этих сфер, деньги. В них надо вкладывать и поддерживать. Иначе какое мы социальное государство тогда будем? Митингующие написали коллективное обращение к мэру Вячеславу Франку с просьбой отложить повышение цены на билет до 2021 года. Пока документ подписали 29 человек. Никита Ермаков, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.